МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Один год из жизни Сергея Николаевича". Глава Новокузнецка подвёл первые календарные итоги своей работы. Старый свет против нового. Лампы накаливания и энергосберегающие лампы прошли краш-тест. Срок за коллекцию. Насколько наркополиция оценила запасы необычного коллекционера? Здравствуйте. В эфире новости. В студии для вас работает Максим Денисов. И Татьяна Матвеева. Добрый вечер. Президент Владимир Путин обвинил западные страны в одностороннем отказе от принципов и правил Всемирной торговой организации по отношению к России. По его мнению, это делается политизировано и без всякого соблюдения общепризнанных норм той самой ВТО. Введенные против России ограничения это не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО. Нарушается принцип равенства условий доступа всех стран к рынкам товаров и услуг. Игнорируется режим наибольшего благоприятствования в торговле и принцип справедливой и свободной конкуренции. Наша главная цель – использовать одно из важнейших конкурентных преимуществ России – емкий внутренний рынок. Заполнить его конкурентно способными качественными товарами, которые производит реальный сектор отечественной экономики. Разумеется, сохраняя стабильность и сбалансированность внутреннего рынка и экономики в целом. Губернатор Аман Тулеев сегодня принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Тема – развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях Всемирной торговой организации. На заседание приглашены члены правительства, руководители министерства ведомств, губернаторы и бизнесмены. Участники заседания уже обсудили возможности импортозамещения и технологического обновления, а также адаптацию экономики регионов к правилам ВТО с учетом действующих антироссийских санкций. Мэр Новокузнецка пригласил журналистов на чашку утреннего кофе. Завтра экспрессы организовали по случаю годовщины с момента вступления Сергея Кузнецова в должность главы города. За круглым столом представители СМИ обсудили с городоначальником итоги минувшей работы, актуальные проблемы и перспективы развития южной столицы Кузбасса. Подробности в нашем сюжете. Первый вопрос, который интересовал журналистов, был ли в жизни мэра такой же насыщенный период, как сейчас. За один день Сергей Кузнецов проводил до 25 совещаний и деловых встреч. Общался с разными людьми, от простых горожан до представителей власти и крупного бизнеса. Мэр признается, к такому ритму он привык с детства, когда одновременно занимался спортом и искусством. Если ты любишь свое дело, любишь свой предмет, любишь человека, с которым ты общаешься, город, в котором ты живешь, то это доставляет работу и удовольствие и дает тебе шанс быть более ответственным, более чувствительным ко всем проблемам, подходить тонко, неординарно, понимать все принципы, которые формируются в этой проблеме. Год, когда Сергей Кузнецов вступил в должность, совпал с подготовкой Новокузнецка к празднованию Дня Шахтера, что только добавило новоиспеченному мэру хлопот. Чтобы управлять гигантским механизмом под названием «Город», необходимо вложить много усилий. Основу, по словам мэра, составляет системный подход. Это касается всего – уборка и благоустройство, транспорт, система ЖКХ и грамотное распределение городской казны. Городу нужен был новый импульс идеи. Я это называю внутренняя национальная городская идея. И городу постоянно такие идеи нужны, которые становятся неким рэпером и тянут город вперед. Как некий драйвер, на котором развивается и рождается нечто большее. Активный поиск других проектов, которые позволят Новокузнецку развиваться – первоочередная задача руководителя. В этом вопросе есть свои трудности. Они касаются сетевой инфраструктуры. Городу не хватает систем канализации, водоотведения, тепловых сетей. Невозможно проводить застройку в отдаленных районах. Чтобы исправить положение, необходимо как минимум участие в федеральной программе. Минрегиона нет, и неизвестно, кто стал правоприемником по развитию этой мощной комплексной программы. Хотя указ президента никто не отменял. Я буквально наметил поездки в Москву для того, чтобы каким-то образом выровнять эту ситуацию, которая произошла в правительстве с Минрегом, да и вообще понять, что дальше будет. И все же перечисленные трудности не помешают созданию в Новокузнецке новых объектов. К примеру, многие горожане ждут появления набережной. Такое условие мэр поставил перед собственником торгового центра, который строят на левом берегу Томи. Что же касается ближайших перспектив, то в этом году южная столица Кузбасса нацелена на две знаменательные даты. 65-летного кузнецкому хоккею и 70-е годовщина Великой Победы. Для меня это трепетные даты. И, конечно, из этого необходимо делать больше, чем какие-то незаврядные праздники. Это подготовка к городу, это объекты, это само празднование. Это прежде всего те, кто находится в центре. Встреча длилась больше часа. Журналисты задавали разные вопросы. От благоустройства пешеходных переходов и взаимодействия власти с бизнесом до глобальной подготовки к 400-летию. В заключении корреспонденты поблагодарили главу за честность. Недаром в этом году он удостоился премии губернатора «Медиапрестиж» за информационную открытость. Желание, чтобы все в городе стало у нас хорошо. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Почти год назад в Госдуме приняли законопроект об энергосберегающих лампах. С тех пор лампы накаливания пережили несколько запретов. Но недавно на охотном ряду депутаты засомневались в необходимости закона. А сегодня наш корреспондент Анжела Паутова решила провести очередной эксперимент и разобраться, какая же из ламп надежнее. Почти год назад энергосберегающая лампа вытеснила старую добрую лампу накаливания. С тех пор вокруг них не утекают споры между сторонниками традиционного и нового. Вот и депутаты Госдумы заявили, закон об энергосберегающих лампах себя не оправдал. Правда, потом все оставили на своих местах. Мы решили разобраться, какая лампа все-таки лучше, и устроили между ними батл. Свет, попадая в спектральный прибор, разлагается, и через спектральный прибор я вижу линии, известные, так сказать, физиками и так далее, линии ртути. Кандидат физико-математических наук Владимир Демьянов показывает, этот прибор сразу понимает, здесь есть энергосберегающие лампы. Дело в ртути, которая в них содержится. Она со светом в небольшом количестве попадает в комнату. Это вещество наделяет лампу и другими свойствами, которых полезными назвать сложно. Одним из недостатков, так называемых, энергосберегающих ламп, или ламп люминсцентного типа, является, конечно, влияние внешней температуры. Они достаточно плохо запускаются при низкой температуре. Это при температуре, допустим, где-то минус 15 градусов Цельсия. Так лампа накаливания зарабатывает первое очко за стойкость к холоду и способность работать при любом напряжении. Можно было присвоить ей еще одну – заэкономность. Ведь стоит она почти в 10 раз дешевле энергосберегающей. Но вот одно «но». Вторая прослужит от 3 до 8 лет и позволит сэкономить на электроэнергии. Такая неприятность случалась, пожалуй, со многими. Исправить ситуацию очень просто. Достаточно убрать осколки. А вот если такая же ситуация произойдет с энергосберегающими лампами, последствия можно приравнять к экологической катастрофе в миниатюре. А значит, еще одно очко уходит к лампе накаливания. Но мы забыли о главном свойстве ее соперницы – экономии энергии. Ее тратится в 5 раз меньше, поэтому ртутная лампа получает первое очко. Второе уходит туда же за стойкость к тряске. Ее невозможно разбить, сильно хлопнув дверью. Но лампа накаливания не сдается и вырывается вперед. Ведь ее энергосберегающая коллега вредна для экологической ситуации в стране из-за содержания ртути. Попадение ламп в окружающуюся среду приводит к локальному загрязнению среды ртутью. В этих лампах содержатся пары ртути. И если, например, из одной лампы может попасть 20 миллиграмм ртути, то это загрязнит примерно 5000 кубометров воздуха. Этим воздухом нельзя будет дышать. То есть от каждой лампы вот столько загрязняется воздуха. Поэтому, естественно, просто выбрасывание ламп, оно недопустимо. Их необходимо сдавать в специальные пункты. И счет становится 3-2. Энергосберегающая лампа отвечает тем, что к ней можно безболезненно прикасаться голыми руками. Счет выравнивается. 3-3. Борьба между двумя лампами и энергосберегающей накаливания в нашем сюжете окончилась ничьей. Теперь выбор за вами. Тем более, что в магазинах можно купить и ту, и другую. Анжела Паутова, Алексей Зайцев, Евгений Смирнов, Кирилл Попов. Новости моего города. В Киселевске третиклассники помогли раскрыть кражу. Толя Маслий, Женя Коболев и Влад Крес заметили, как у их сверстника неизвестный украл велосипед. Мальчики сразу рассказали об этом полицейским. Они описали нарушителей и опознали его по фото. За это ребята получили личную благодарность от начальника отдела МВД по Киселевску Андрея Маркова, а заодно почетные грамоты, сладости и ценные подарки. И за ребят, и за сына своего, конечно, я испытываю чувство гордости. И хочу, чтобы у нас вообще в городе было побольше таких детей, которые были бы к чужому горе, чутки. А в Кемерове прошел суд над коллекционером наркотиков. Наркополицейские задержали мужчину с тремя граммами так называемой синтетики. А когда пришли к нему домой, обнаружили, что запасливый гражданин хранил у себя наркотический набор от маковой соломки до героина. Всего чуть больше полутора килограммов. Теперь он проведет около семи месяцев в колонии строгого режима. Если вы стали свидетелем происшествия или правонарушения, звоните на горячую линию телеканала «Мой город» 8 933 300 0300. Возможно, что именно ваша история станет основой для телесюжетов нашей программы. В городе спутники Лесная поляна жители посадили ивы и барбарисы. Всего порядка 300 саженцев. Сегодня кемеровчане в очередной раз поддержали областную акцию «Один человек – одно дерево». Свой первый в жизни саженец посадил наш корреспондент Антон Лимонов. Сжимая в руках лопату, которая почти в два раза выше, эти девочки пытаются справиться без помощи родителей. Сажают деревья сами, родители наблюдают со стороны. В Лесной поляне совместный труд пользуется популярностью. Большая часть зелени в городе спутники – дело рук самих жителей. Ольга Румянцева свои деревья посвящает детям. Вот уже, получается, третий год подряд мы рожаем и сажаем деревья. Вот у нас уже четыре ребенка. Мы здесь всей семьей живем. Это брат мой родной. И сажаем каждый год по дереву. А для Алины Ивановой такой труд на самом деле – отдых, воздух свежий вокруг соседей и дети. К тому же, говорит она, это отличный пример для подрастающего поколения. Кто лучше родителей покажет, как нужно заботиться о своей земле. Нам нравится наш район, что здесь постоянно чем-то… Мы живем таким, да, общим всем озеленением, посадками, постоянно какими-то мероприятиями. Мы вносим общий вклад вообще, наверное, в развитие, ну, как городу, наверное, нашего района. Да, дочь? Да, Милаша? Она поливает деревья, маму держит, садит. С деревьями управились быстро. Кроме детей, родителей и сотрудников территориального управления района «Лесная поляна» сажать деревья помогал медведь. Ребятишки сразу обращают внимание, что есть такой облик, интересный, яркий. Созываем взрослых. Вроде бы кому-то, может быть, неудобно подойти, а не видят, что есть такой веселый мишка. И идут к нам навстречу. Рады вместе с медведем поучаствовать. Только с начала года в «Лесной поляне» посадили 4000 деревьев по дороге в районы в самом городе «Спутники». И не потому, что заставляют, а потому, что люди хотят дышать свежим воздухом. Дело в том, что акция носит такое название – каждому человеку дерево. Ну, почему это должна какая-то специализированная служба посадить нам? Я думаю, что это патриотизм своего рода. Представляете, растет ребенок, растет дерево. Вот у нас есть молодые мамочки, которые пришли с маленькими ребятишечками. Они наблюдают за ростом своих детей и, следовательно, за ростом дерева, которое они посадили. За сегодня в «Лесной поляне» появилось более 300 деревьев. Здесь есть и ивы, и барбарисы, и даже томаты. Кто-то любит «Медовый спас», кто-то – «Клушу», а кто-то – «Хурму». Но настоящему кузбассовцу нужны сразу все. Антон Лимонов, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Как посетить день рождения и выиграть две путевки в Турцию, узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. Донорский хит. Радиостанция «Диэфэм» провела акцию «День донора». Звезда спорта за решеткой. Блокирующий волейбольного клуба «Кузбасс» побывал на необычном спортивном турнире. Сдавать кровь под музыку. Сегодня в областном центре радиостанция «Диэфэм» Кемерово провела очередной день донора на площадке перед стадионом «Химик». Поделиться своей кровью с нуждающимися решились десятки жителей столицы Кузбасса. С неразнодушными кемеровчанами пообщалась Мария Арзамасцева. День донора проходит в Кемерове второй раз в этом году. Прежде чем пройти на станцию переливания крови, кемеровчане заполняют карту о своем здоровье. Это сделали все участники акции, в том числе и акушер Лидия Лазарева. Девушка начала свой донорский путь два года назад на работе, когда одной из рожениц срочно потребовалась кровь. Тогда кемеровчанка поняла, что не просто может, а хочет помогать людям. С тех пор она старается сдавать кровь как можно чаще. У меня такая четвертая положительная группа крови, она как бы редкая. Я считаю, что ее нужно пополнять, потому что люди нуждаются в этом. Поэтому считаю своим долгом сдать кровь. Радиостанция ДФМ Кемерово проводит дни донора уже несколько лет подряд по два раза в год. В конце весны и в начале осени. Сдать кровь может любой здоровый, совершеннолетний желающий. После процедуры донору вручают подарок. Кроме того, при необходимости ему дают справку, освобождающую от работы или учебы на сутки. Есть день переливания крови, в этот день работают площадки по всему городу. Но мы как-то отдельно плюсом еще к этому организуем данные события, мероприятия. И напоминаем всем, что донорам стать очень легко, очень просто. Достаточно пройти, потратить минут 20 своего времени, но при этом кому-то реально помочь. Очередной день донора от радиостанции ДФМ пройдет в Кемерове уже в следующем году. В мае на станцию переливания крови вновь придут десятки жителей областной столицы. Вполне возможно, что среди них окажутся и те, кто сегодня на это благое дело не решился. Мария Арсамасцева, Константин Червяков. Новости моего города. 20 сентября в честь своего дня рождения телеканал «Мой город» дарит путевку в Турцию на двоих. Приходите в 16 часов на площадь перед Кемеровским областным драматическим театром. Вас ждут игры, подарки, выступления, ковер-группы «Пеппер Солджерс» и, конечно, Турция. Кто хочет в Турцию? Кто хочет в Турцию? Кто хочет в Турцию? 20 сентября в честь своего дня рождения телеканал «Мой город» дарит путевку в Турцию на двоих. Приходи в 16.00 на площадь перед драматическим театром. Тебя ждут игры, подарки, выступления, ковер-группы «Пеппер Солджерс» и, конечно, Турция. Вима. В сборной Бразилии стало камнем преткновения для россиян на чемпионате мира в Польше. Подопечные Андрея Воронкова второй раз подряд уступили южноамериканцам. На этот раз матч закончился со счетом 3-0 в пользу «желто-зеленого». Российская команда максимально усложнила себе турнирное положение. Теперь, чтобы пройти в полуфинал, необходимо обыгрывать хозяев турнира – поляков. Впрочем, как заявил игрок сборной и капитан Кемеровского Кузбасса Сергей Макаров, своего последнего слова россияне еще не сказали. Блокирующий волейбольного Кузбасса Михаил Щербаков побывал за решеткой. Правда, в качестве почетного гостя на первом в истории Кемерово первенство города среди заключенных. Три команды боролись за звание лучшей сборной исправительной колонии общего режима. Какие советы волейболист-профессионал давал любителям спорта из мест не столь отдаленных, расскажет Антон Ивачев. Творчество Муслима Магомаева осужденный Мартиросян любит с детства. Теперь победитель международных фестивалей отбывает срок за незаконное хранение наркотиков. Говорит, здесь он утратил чувство творческого полета. И чтобы не сорваться в штопор, начал играть в волейбол. Если это коллектив, общий язык необходимо найти, то есть какие-то, допустим, здесь, что касается, да, непосредственно спорта, какие-то связки командные, то есть общение, что касается творчества, тоже так же я отдаю частичку себя людям и получаю гораздо больше. Здесь в клетку только сетка. Первый в истории Кузбасса чемпионат среди кемеровских заключенных прошел на территории исправительной колонии общего режима номер 40. Зачем нужен Либера? Какова роль доигровщика в команде? Эти и другие волейбольные премудрости заключенные сегодня узнали от профессионала. Почетный гость соревнований, блокирующий волейбольного Кузбасса Михаил Щербаков ошибки в нападении, примечает сразу. Повыше подбивать мяч, более качественно, агрессивнее, как молодой человек делал. Двумя руками перебрасывал по углам, они там не знали, что делать. Это правильно, это агрессия, которая должна присутствовать в игре. В связующей сборной 40-й колонии Виталий Латыпов был осужден на два года за драку. Теперь распускает руки только на спортплощадке. Чтобы правильно подстроиться под мяч, Виталий заранее выбирает позицию. Свою основную задачу довести снаряд до нападающего осужденный Латыпов знает на зубок. Руками можно не только наносить урон человеку, можно также заниматься спортом, спокойно играть в волейбол. Теперь я бью только по мячу и получаю от этого удовольствие. В игре забываешь, что за периметром колючая проволока. Испытываешь такое ощущение свободы, что хочется поддастся порву ветра и в один миг перемахнуть через забор. Правда, такие незапланированные полеты в любой момент готовы прервать сотрудники ГУФСИН. Вместе с ними за игрой наблюдают и обычные заключенные, для которых городское первенство по волейболу – редкая возможность сменить вид привычной решетки на волейбольную сетку. Первое место первого в истории первенства города заняли хозяева осужденной 40-й колонии. По секрету признались, дома и стены помогают, даже если они опутаны колючей проволокой. Антон Ивачев, Алексей Зайцев. Новости моего города. Новокузнецкий «Металлург» завершил первую домашнюю серию игр в сезоне регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Матч против Салавата Юлаева из Уфы стал дебютным для новичка Столиваров, пятого легионера в составе Джима Убрайена. В первом периоде соперники бились на равных. Сразу после перерыва хозяева оказались в меньшинстве. Играя в формате 5 на 3, Салават Юлаев открыл счет, но уже в середине встречи гости получили ответную шайбу от нападающего «Металлурга» Алексея Касаурова. Вслед за капитаном отличился еще один Столивар Ансель Галимов. В заключительном отрезке гости сравнивают счет, но до овертайма дело не доходит. Галимов оформляет дубль, причем этот форвард забивает уже пятый гол с начала чемпионата, за что заслуженно получает звание лидера от своего наставника Германа Титова. Матч завершается победой «Металлурга» 3-2, а следующую серию игр новокузнечане проведут уже на выезде. Игра была обоюдоострой, играли на встречных курсах, у них моменты были, у нас моменты были, но сегодня удача сопутствовала нам, поэтому я благодарен ребятам, которые выложились, работали все 60 минут и скажу, что заслужили победу. С новостями вас познакомили Максим Денисов и Татьяна Матвеева, а прямо сейчас с новостями экономики. А сразу после них Георгий Демин с очередной историей из интернета в рубрике «Тем временем». До встречи на телеканале «Мой город». Здравствуйте! В эфире новости экономики от Форекс Клуб. В студии Лилия Архипова. На предстоящей неделе ожидается немало интересных отчетов. Все внимание рынка будет сосредоточено на заявлении к решению ФРС по монетарной политике. Если в нем прозвучит словосочетание «продолжительное время» по отношению к текущему уровню ставки, фондовые индексы США могут получить дополнительный импульс к росту. В этом случае стоит ждать возврата Dow Jones к уровню 17 130 и дальнейшего движения в район уровня 17 200. S&P также имеет шанс к возврату к ранее достигнутому максимуму на уровень 2010-25 со следующей целью на уровень 2050. NASDAQ может протестировать отметку 411350. Их снижение, вероятно, станет привлекательной точкой для входа в рынок с целью покупки. Золото на предстоящей неделе попытается развить восходящую коррекцию. Судить об этом можно с точки зрения технического анализа. Спровоцировать рост драгоценных металлов может решение ФРС в том случае, если сопроводительные заявления американского регулятора не порадуют агрессивностью. Тогда не исключен возврат котировок золота в район уровня 1257-24. Серебро, возможно, сделает попытку восстановления к отметке 19 009 с дальнейшей целью на отметку 19 279. Тем более, что котировки актива получили поддержку в районе уровня 18 608. Существенное снижение в последнее время продемонстрировал и Паладий. Он может получить поддержку на фоне опасений, что Россия сократит поставки этого металла в качестве ответа на новые санкции. Первичной целью роста может стать отметка 874,11. Фундаментальных оснований для роста нефти по-прежнему нет. Европейская экономика остается слабой. Недостаточно сильный рост демонстрирует и китайская. Это может спровоцировать опасения дальнейшего сокращения спроса на черное золото. Таким образом, не исключено дальнейшее падение марки Brent с целью уровня 96,74. Хотя, если заговорят о сокращении добычи, возврат района 100 долларов за баррель не исключен. На валютном рынке интересную динамику могут продемонстрировать британский фунт и швейцарский франк. От пары евро-доллар особых сюрпризов ждать не приходится. Европейская экономика продолжает демонстрировать признаки своей слабости. Есть вероятность, что в третьем квартале она также покажет слабые темпы роста. Поэтому возобновление падения не исключается. Партнер проекта – Международная академия инвестиций и трейдинга. Здравствуйте! Тем временем блогеров поразил чайник из натурального шоколада. Каждый знает с детства – отведать шоколада и не испачкать пальцы практически невозможно. Температуры человеческого тела вполне хватает, чтобы расплавить сладкое лакомство. А в английском языке даже есть расхожее выражение – бесполезный, как чайник из шоколада. В шоколадных дел мастер Джон Костелло решил опровергнуть это утверждение и приступил к исследованиям. Теперь он смело может называть себя знатоком шоколадной термостойкости. Тугоплавкость продукта в первую очередь зависит от типа шоколада. Костелло выбрал темный, с 65-процентным содержанием какао. В нем меньше жиров, что и делает его более устойчивым к воздействию высоких температур. На определение правильной толщины шоколадного слоя, формирующего горшок, ушло приблизительно 6 недель. «Мы должны были выяснить, какая именно толщина шоколада выдержит высокую температуру воды», – объяснил Костелло. Добиться нужного значения помог воздушный шарик, несколько раз погруженный в расплавленный шоколад. Другой проблемой оказался размер отверстия для заливки воды. Маленькое удерживало бы пар и замедляло охлаждение, поэтому его сделали больше, чем у обычного чайника. Когда прототип был готов, осталось только скопировать форму в силиконе и заполнить ее расплавленным шоколадом. При готовой технологии процесс создания шоколадного чайника от начала до конца занимает приблизительно 2,5 часа. «Было бы очень интересно попробовать». В чайнике можно заваривать чай, при этом шоколад не тает, а напиток получается со своеобразным привкусом. Шоколадный заварочник оказался абсолютно функциональным, а устойчивое выражение теперь придется заменить другим. Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова